Более восьми лет действует в нашем городе отделение академической гребли. Десятких славянских ребят пришли в этот нелёгкий, но очень красивый спорт для того, чтобы овладеть мастерством и стремиться к победе. Мы побывали на соревнованиях юных славянских гребцов. У спортсменов есть прекрасные возможности, чтобы продолжать тренироваться на воде. Это, конечно, даёт весомые плюсы в сохранении и наращивании спортивной формы. И все данные для будущих побед у ребят есть. Академическая гребля – это спорт с сильным телом и духом людей. Открытое первенство района по гребному спорту очень помогает спортсменам в росте личных результатов. В этом уверена их тренер Валентина Стуклова. Мы начинаем здесь у нас гоняться, чтобы они привыкали к гоночной ситуации, чтобы когда они выезжали на край и на российские соревнования, они были более уверены в себе. Поэтому эти соревнования, хоть они не такие большие, но они очень значимые. Все наслышаны об успехах славянских спортсменов на соревнованиях самых высоких уровней. Но эти успехи обеспечиваются постоянным и упорным трудом. И тем приятнее добиваться весомых побед. В этом году у нас Лиза Ковина стала бронзовым призером чемпионата Европы по взрослым. Также она выиграла чемпионат Европы до 23 лет в четверке парной. И сейчас вот она готовится на отбор в сборную России. Очень жесткий отбор будет у нас в конце октября. Также у нас есть призеры маленькие девочки. Ну как бы Лиза уже взрослая у нас. Есть маленькие девочки, которые в этом году стали призерами первенств России. Это Лапи Гаваря, это Белым Ксения. Они завоевали бронзу. То есть это 5-6 год. То есть это вот то, с чего мы здесь начинаем. Есть у нас результат и у взрослых ребят. Они стали призерами Кубка России в этом году. В соревнованиях участвовали юноши и девушки младшего и среднего возраста из спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд». Они очень старались показать все, на что способны в настоящее время. А для этого нужно было хорошо стартовать и поддерживать максимальную скорость на дистанции. После завершения соревнований победители были награждены грамотами и медалями. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».